Почему каждый раз, когда я вхожу в комнату, ты встаешь? Ларан, потому что нам пора выходить. Мы что, тогда опаздываем? Пока нет, но скоро будем. Прекрасно. У меня еще куча в нем. Спектакль «Почему каждый раз» или «Опоздание на полтора часа», поставленный по пьесе современных французских драматургов, с первых секунд завладел вниманием и сердцами зрителей. Заслуженные артисты России Людмила Артемьева и Алексей Якубов на сцене Дворца культуры «Химик» представили антрепризу, которая заставляет невольно задуматься над многими важными вопросами. Вопросы, которые мы задаем себе, для чего мы живем, а кто с нами рядом, а смысл, а вообще, что мы оставляем после себя, и оставляем ли вообще, кроме как отхода жизнедеятельности. Вот такой вот, собственно говоря, философский, немножко с юмором, немножко грустный, может быть, он не очень современный, потому что сейчас не принято, сейчас принято принимать решение, особо не задумываясь, и вперед. Короче, спектакль, который заставляет задуматься, прежде всего, нас, актеров, а уже как мы доносим это, это уже, так сказать, не нам судить, а судить вам. На сцене развернулась ситуация более чем обычная. Пьер и Лоранц приглашены на рождественский ужин к друзьям. Но в какой-то момент героиня осознает, что ей с мужем просто необходимо обсудить некоторые жизненно важные вопросы и подвести некую черту под прожитыми вместе годами. Между мной и Жаком никогда ничего не было. Лоранц, подожди, ты что, никогда не спала с Жаком? Никогда. Тогда почему ты мне все уши прожижала про эту вашу интрижку? Врала. Емко, хлестко и иронично в памяти героев всплывают эпизоды их совместной жизни, вызывая у зрителя смех и слезы одновременно. Оказывается, Лоранц несчастна. Трое детей выросли и улетели из родительского дома, а она, прожив жизнь в постоянном ожидании чего-то, теперь в полной растерянности. Чем-то, безусловно, близка, потому что иначе бы я не взялась за ее, ну скажем так, проявление. Потому что каждый образ – это проявление какой-то, может быть, одной из моих черт, из моих сторон. Весь спектакль герои идут по тонкой грани между отчаянием и надеждой. Перед зрителем рисуется, на первый взгляд, совсем безрадостная картина. Но не тут-то было. Герои настолько самоироничны, настолько позитивны даже в своем горе, что зрителей моментально перекидывают в другое состояние. Зал улыбается. Опять заскучал? Нет. Я думаю. О чем? Я думаю, как тебе повезло с мужем. Спектакль прошел на одном дыхании, а финальные аккорды стали буквально единением актеров и их преданных зрителей. Семья, идите сюда. Я в большинстве. А, в большинстве. Тогда давайте с лучшими представителями семьи. Запомним эти лица, товарищи. Поклонники долго не хотели отпускать со сцены Людмилу Артемьеву и Алексея Якубова, даря им несмолкаемые овации. Юлия Теунова, Данил Колпаков. Новости. Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова